В конце 2011 года вы открыли три новые автозаправки в Петербурге. Это может показаться незначительной цифрой, но с другой стороны вы фактически удвоили число городских заправок. Вы приобрели у кого-то АЗС или строили их сами? Ну, вы правильно сказали, да. Мы начали с тремя станциями уже пару лет назад. И те станции мы приобрели. Ну и наконец эти три станции, которые сейчас построены, открыты, мы сами это открывали, сами дизайн делали. Так что все сделано своими руками здесь. Как вы приобрели участки под автозаправки? Это по-разному было. Как и напрямую с владельцев, так и на торгах. Оба варианта. То, что мы годами уже смотрели и присматривались за участками. Сейчас предлагают ли вам другие сети приобрести их АЗС? Ну, те, которые развиваются, они, конечно, повсюду смотрят все возможности. Мы также смотрим возможности купить, возможности арендовать и смотрим на возможности купить земельные участки. Конечно, если есть развитие, мы рассматриваем любые варианты, как расти со своей сетью. Вы можете огласить дальнейший план развития сети в Петербурге? На какую долю рынка вы рассчитываете? Это слишком рано, я думаю, говорить о доле рынка. Мы только что начинаем в этом регионе. Мы гораздо лучше работаем, поскольку уже несколько лет раньше начали в Столском регионе. Там уже 7 станций. Но и в Мурманском регионе там много станций. Хорошая доля рынка. Здесь мы только что начали тестировать, как людям наш концепт понравится. Наш сервис, наше топливо, качество, что мы предлагаем. И если понравится, конечно, будем расширяться. И в этом конкретном году мы думаем, ну, как минимум удвоить то, что у нас есть. Вы в России на рынке АЗС действуете уже 10 лет. Но складывается впечатление, что АЗС вам было проще открывать в Мурманской и Псковской областях, а не в Петербурге. Так ли это? С чем это связано? Ну, смотрите, конкуренция какая. В Мурманском регионе, в Псковском мы были единственным, ну, заграничным таким игроком, который предлагал полный концепт. Но другого не было. И, конечно, гораздо легче тогда работать. И у нас есть гораздо выгоднее коммуницировать. Здесь у нас большие конкуренты, тоже западные. И мы хотим как раз привлечь тем, чем мы гордимся по всей Европе. Это нашим сервисом качества. С каких заводов на ваши автозаправки поступает топливо? Основное то, что у нас приходит, это хириши, нефть и орксинтез. Потом поставки, которые на Европе, 98-й бензин. Это из терминалов из Прибалтики. И дизель, качество одно, которое приходит из Скандинавии. В прошлом году представители независимых сетей АЗС говорили, что нефтяные компании выкручивают им руки, не предоставляя необходимого объема топлива. Вы сталкивались с такими проблемами? Мы сталкивались в прессе с такой информацией. Но это тем, чем отличаются, может быть, западные игроки, что когда приходят на рынок, как мы пришли в начале Мурманска, у нас очень много работаем с рисковыми картами. И смотрим, какие могут быть проблемы. И мы готовы к таким проблемам. И мы ведь обещаем своим клиентам, что у нас продукт будет, значит он должен быть. И если его нет, мы его привозим из Прибалтики или из Скандинавии. Пусть он будет дорожен, чтобы он был на станции. Так что мы готовы к таким проблемам, если они начинаются. Такое ведь было уже в 97-м году. Из-за такой проблемы тогда построили терминал в Риге, чтобы как раз оттуда привозить продукцию. Так что готовность всегда есть. Продолжение следует...